всем привет этом проект перекуп тут что-то покупали и что-то продавали в итоге все это превратилось в проект таксист но не я таксист я соответственно машины сейчас начал готовить и сдавать в аренду две машины сдал остальные готовятся огромное количество уже машин и это как раз машина с автоматом которую я взял в липецке по которой нужно вам немножечко рассказать бухгалтерию то есть смотрите взял я ее ты со всеми перегонами с оформлениями она мне обошлась в 400 тысяч рублей она дымила об этом меня честно предупредили еще в салоне буравта и соответственно я эту машинку сразу же отогнал на ремонт мотора здесь еще гремела рулевая рейка то есть там все пришлось перебирать и соответственно делать мотор но мы обошлись малой кровью и в общем-то все обошлось кольцами у кольцами так еще ревизию провели и в общем-то все хоккей то есть 16 клапанный мотор хон там заводской эллипса никакого в цилиндрах нет плюс ремонт рулевой рейки плюс опорник плюс тормозные колодки плюс развал плюс работа и все совсем сорок с половиной тысяч рублей и того 440 тысяч рублей мне встала вот эта гранта с автоматом и внимание с кондиционером но кондиционер здесь нужно заправить потому что ну как-то он шумновато работать надо посмотреть может быть там как-то не хватает фреончика соответственно ничего там нормальный не работает но тут позвонил константин которыми я сейчас отгоняю на такие тяжелые работы машинки отечественного производства и сказал есть у нас определенные сложности с калины 2 которую я также пригнал из липецка то есть там тоже что-то гремела впереди кстати что-то там вроде как и пока и не нашел он что гремит но однако нашел что там весь в общем патруба который идет от воздушного фильтра соответственно весь дроссель все закидано маслом в общем там проблема соответственно скорее всего тоже с кольцами то есть вкг и через вкг все это масло туда фигачит просто соответственно поскольку там все грязная машина поэтому не тянет машина поэтому троит у нее периодически холостой ход глючит и так далее и так далее то есть ну чудес как бы не бывает естественно какие-то сложности с бэушными машинами возникают все да и вот сейчас мы едем к константину вообще я везу сейчас эту гранту на установку гбл но по пути быстренько сейчас заскочим константину и посмотрим что же там с калины 2 поскольку взял я ее ну в принципе все равно чуть дешевле рынка то наверное мы уложимся даже с учетом вот этого ремонта и как бы в итоге у нас будет еще один хороший крепенький такой автомобильчик который соответственно будет у нас работать в такси да кстати по поводу вот этого закона а такси который вроде бы как вступает в силу с 1 сентября там и так далее так далее то есть просто сериях все начали писать потому что в новостях вот эти новости как-то они начали появляться сейчас пока что пока что я сейчас заехал в офис такси то есть здесь никакой никакой информации пока по этому поводу нет единственная какая информация есть это то что водителям такси нужно до 1 сентября предоставить справку об отсутствии судимости вот собственно и все по поводу всего остального пока никакой информации нет ну а мы сейчас уже подъезжаем константину и соответственно воочию посмотрим что там за ужас творится с калиной 2 но ничего хорошего так вот и а вот и калина наша замечательная ой 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 куда это он так смотри какой как сальник стоит течет сальник вишка линвала да он вообще утоплены там очень-очень сильно чуть не делали я не знаю чуть не делали вообще лишь масло течет вот этот масло масло до попал поддон на герметике дальше и лезешь тем больше страшнее таким страшнее 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 дальше дальше пугай меня кстати да . но это диск здесь корзина смотри-ка тревая рассажены здесь вот вот этот съела за подклинило что ли он съел корзину ну хорошо хоть там все нормально солдатик еще тут поменять ага вот выработка у него тоже часто явление прекрасно часто явление на потеке тут нет никаких потеков на вот это просто запотевание обычное там ничего такого грязь или тело да и все течи нет ну ну и на том спасибо ну а здесь в общем вскрытие покажет промерять надо цилиндры и если плохие тоже легче когда коробки нет может быть на росточку неизвестно и не надо вскрывать да так вот купила машину подороже а до дроссель дроссель да 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 я такого и никогда вообще не видел закиданный вообще кошмар капец ну так друзья видели что творится вообще треш но при этом я что хочу сказать то есть смотрите вот на втором канале на канале авто тут live я выпустил видео с сашкой где мы рассуждаем о том какая машина лучше новая или был да но сейчас потому что такая ситуация когда можно купить и новую например нового китайца за 2 миллиона и какую-нибудь бушечку найти соответственно папа лучше посвежее но вот опять же мы с вами сейчас увидим как вот в эту калину вольется ну я думаю что где-то вот тоже тысяч сорок пятьдесят точно так же как и вот в эту машину но при этом будет перебранный мотор точнее как перебранный да то есть там ну если мы обойдемся если там хон нормальный как например вот в этой был если нет эллипсов никаких то ничего растачивать мы не будем мы просто соответственно поменяем колечки будет новое сцепление стоять зал он там прекрасный не утертый ничего не затертый вообще и по вкусу она прям максимально живая нержавая ничего и получается что в принципе ну даже с учетом покупки за четыреста шестьдесят тысяч рублей то есть мы получим за 500 там пятьсот двадцать там до машину которая проедет еще там сто тысяч и в общем то не поперкнется я думаю ну как бы а почему нет то есть это калина 2 там удобные сиденья там нормальная посадка это вот к вопросу о том если сейчас там покупать автомобили не обязательно в такси а вообще в целом то есть да можно почему нет все можно найти денег много стоит да ты сотни свитер например разговариваем он говорит вот ты дорого все покупаешь я вот там два года назад покупал дешевле два года назад были другие цены цены даже год назад были другие цены как тут еще ну ладно поеду я дальше отдам вот эту гранту и соответственно все наверное так пока не снимал видео успел поставить на учет гранту из орла пока ей не занимался еще одной гранты из липецка не занимался сегодня продалась бмв пятерка вот сегодня с утра занимался этим вопросом и сейчас приехал снова константину там значит вроде как и сначала то есть было было подозрение что блок нужно точить коленвал точить но вроде бы как константин отвез всю эту фирму которая занимается раз точкой про . и выяснилось что ничего точить не надо то есть ну в общем то не то чтобы отделались легким испугом все равно поршня поршни с про . мы поставим новые кольца вкладыши там и так далее и так далее то есть ну в общем все равно это затраты затраты достаточно приличные сколько я расскажу чуточку позже пойдемте посмотрим что там сейчас с калиной не заморачивайся теперь порвется порвется до вас вообще не переживать клапана да и гнуться вот они с проточек до воду . ну и вот решим тоже тушь и повели красиво все сальники клапанов тоже поменял а тоже не тут уже зубовые такие пластиковые стали окаменели ну да то скажем сразу сделать это она здесь снятых ажат быстро все но кости гранти миллион километра миллион километров до 2 миллиона километров если без масла есть есть и с маслом то нет без масла сам и раз да ну хорошо что не надо было блок точить еду на гранте черная с автоматом на который перебирали мотор вчера на ней поставили гб о сейчас я заправился еду на настройку этого гб о и вот пока я еду мне позвонил водитель синей калины я сломался попал горит в яму в лужу и все она не заводится вот сразу минус 2200 рублей эвакуатор потому что я я чисто физически просто не могу туда добраться сейчас потому что пробки потому что я договорился я одну гранту уже отвез на переклейку лобового стекла одну гранту соответственно везу сейчас на настройку газа и соответственно просто физически алексею водителем калины я подъехать просто не смог чтобы самому воочию посмотреть может где-то разъем заскочил может это датчик какой-то ну то есть какая то вот такая все мелочь надеюсь не гидроудар вот ну в любом случае вот сейчас на евакуаторе его везут константину я сейчас от газовщика сразу константину и соответственно посмотрю что с машиной когда город накрывают ливни появляются лужи соответственно машины ломаются это уже как аксиома какая то есть или в яму попадают до или в лужу попадают гидроудар наверное стоит об этом вообще отдельно как поговорить на лайк канале я не знаю кто смотрел есть такие видео когда в британии где-то там в каком-то месте в сельском там как-то вот так идет дорожка и как-то она вниз потом вверх и в этом месте там никто ли речка то ли еще что-то или просто вода собирается во время дождей там люди пытаются проехать на легковушках на внедорожниках на кроссоверах по вот этой вот лужи лучше достаточно высокой то есть если ехать на патриоте и медленно то проедешь если быстро тонна хлебаешься даже на нем что говорить о кроссоверах там то есть все эти range rover evokie land rover и фрилендеры и прочие 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 не я уж не говорю про кашкай и легковушки и рено и peugeot и все то есть просто вот так они туда но они видимо там европейцы вообще не знают как преодолевать там лужи там и так далее то есть они просто сходу такие лужа ходом бабах туда куски бамперов летят по разные стороны и соответственно просто они даже некоторые не проезжают в этой луже даже двух метров и ловят гидроудар можно им только посочувствовать но и вот у нас тоже случаются потопы особенно летом прошлом позапрошлым летом позапрошлым летом вообще нас тут все плавало ну и вот этим летом тоже но опять же лужи это под лужами как правило может вообще там скрываться в нашей стране даже открытый люк это норма поэтому будьте аккуратны будьте аккуратны при проезде луж эх ты мой патрюша довелся и так тихо все выключить и так рассказываю значит по итогу выяснилось что на колине порвался ремень грм это единственная машина на которой мы не сменили ремень грм потому что ну во первых клапанов них нет вторых смотрели он вроде прям новенький свеженький такой красивый но десять тысяч километров которые вот за полтора месяца наездили на ней и все ремешок не выдержал в общем ну наверное домой косяк и того ну хотя как косяк ну блин хит его знает в общем и того ремень ролик помпа сразу заменили масло потому что уже в принципе время подошло чтобы по сто раз не ездить и того а еще эвакуатор 2000 и того ну в общем 10 тысяч рублей и день простое но в принципе там и так надо было масло меня так же день простое ладно не считаем но в общем минус 10000 еще на того что машина вместе приносит 30 но это в общем то как то конечно выглядит не очень хорошо но с другой страны ну вот так далее еще вчера нам поехали посмотрели по подбирали так сказать x5 x5 чуть больше чем шесть с половиной миллионов рублей в объявлении не бит не крашен один хозяин все по классике по факту средняя стойка шпакле 1800 микрон крышка багажника 1300 микрон переднее правое крыло ну там до 350 микрон пробег субъективно ну где-то 150 150 200 ну в общем с человеком которому подбирали развернулись и уехать как это трэш друзья я я даже в такси такие гранты не беру а тут блин x5 за огорода хрена денег и вот такие косяки просто жесть просто жесть нужно немножечко заняться патриком потому что смене ремкомплект сделали одного суппорта теперь другой короче нужно сделать не знаю прошу константина может быть он сегодня свободен соответственно быстренько мне суппорт переберет но он не свободен потому что ночью лан буду разговаривать на что у него там еще калина висит а и и и и нужно ускориться с двумя машинами потому что вот серебристый лифтбэк нужно прям переобуть сделать копии ключей уже заказывать соответственно что поставили глонасс маячок ну и как бы отдавать уже в офис такие пироги в общем я помчал сейчас мне нужно забрать водителя отвезти константину который все поколение сделал соответственно выдать машину и чтоб человек с утра уже поехал работать уж меня помчал так вот вот там уже вон темно-синяя калина все отдали все все раз расплатили сейчас мы будем выезжать давай такое настроение когда надо куда-то ушуршать я ушуршал взял патриот просто выехал тут на лесные дорожки тоже чуть побуксовал чуть покатался но я только начал что сейчас может еще где-нибудь забуксую вот здесь например и нормально все в общем надо периодически куда-нибудь выезжать оп-оп-оп-оп-оп-оп давай-давай-давай тут грязь мы не можем на заднем приводе все включим передочек 4 на 4 и давайте выезжать мне нравится именно едешь на заднем приводе потом где заканчиваются его возможности просто чпоник переключалку и здорово вот этим же мне очень нравился джип широкий то есть у него был такой же переключатель и соответственно просто чпоник и все и у тебя полный привод здорово здорово удобно вообще супер еще и пониженный ряд есть в общем класс такие здесь дороги все поразмыло жалко что у меня конечно патриот без электронные точнее их не электронной а электронно включаемой задней блокировочки как на последних по патриотах такая есть но вы знаете в принципе да и ничего нормально но опять же сейчас начнем выезды на бездорожье и там уже будем смотреть насколько это резина хорошая или нет насколько там нужны эти блокировки или нет хорошо хорошо идем на патриоте от свиньи только что отсюда вытащил ладу ларгус ну собственно помог человеку видите здесь глина и ну прям максимально скользко то есть ларгус здесь прям вот сейчас все то есть вот там и остался чуть дернули ну как бы все нормально вот сейчас я попробую проехать по этой глине на а тэшки all terrain резина не м тэшка ни разу с посмотрим насколько не знаю будет ли разница вообще или нет то есть ларгус был естественно на обычной шоссейки то есть ничего такого сейчас посмотрим здесь просто недалеко трасса поэтому здесь видимо люди заезжают ну для всяких любовных путях в том числе так выключаем полный привод и давайте попробуем то есть на заднем приводе мы сейчас здесь проедем или нет вот по глине по той же ну мне кажется будет достаточно тяжеловато у вообще прям прям сели я максимально раз покажу уходом мы наверное проскочим по глине но теперь этот ход его не наберешь мы прям плотненько так сейчас кстати можно в раскачку попробовать принципе он пробивает себе путь дорожку только впереди убирается не пойму как колеса стоят перед ней ровно или нет о кайфушки ваши слушайте но в принципе он я думаю что он выйдет то есть вот так это сейчас все выглядит айтс выше веримся бой руку забросала телефон забросала дверь забросала давайте еще раз об и все а там уже пусть и но даже на заднем приводе в принципе мы себе дорожку разбили это напомню ну не грязевая но все-таки а тэшка все-таки такая резина ну вон там прям месиво месиво на ширик не очень хорошо видно поэтому включил обычную камеру прям раздолбали так а теперь давайте попробуем полный привод на уважаемой машине слушайте как по суху вообще просто туда-сюда обалдеть давайте еще раз мне понравилось мне понравилось давайте вдоль попробуем я извиняюсь залетел в ленте слоняра какой кыш кыш отсюда брысь давайте поперек всех колей поглини да и вообще пофиг вот это да ой саются так в общем у меня все понятно едем дальше класс куда у нас тут не покатиться да вроде не должен когда-то по этим дорогам мы ездили сюда на москвиче на сорок первом на 412 на разных еще машинах и вот теперь я здесь на уазе мари сейчас залетят и сожрут меня пока я буду ехать вообще у вас молодец здесь конечно везде практически какой-то куменистое дно и он нигде даже не буксует даже на заднем приводе я еще полный ни разу не включал вообще клево вообще клево блин у кого есть возможность выезжать вот так вот на какой-нибудь машине есть полный привод нету ну конечно желательно чтобы был вот прям тем вообще хорошо я прям кайфанул прям выехал в лесок зарядился позитивом все еду обратно какая-то у нас очень ломучая серия выходит потому что сегодня суббота и я вообще хотел но я принципе и поехал снимать подбор машин но перед этим то есть я глаза открываю смотрю мне пишет дмитрий который арендует белую гранту игрит я в центре сломался собственно машина не заводится я думаю боже ты мой какая же похожая история неужели грэм мы же его только что поменяли нет не грэм срезала болт шкива коленвала в общем машина все сейчас снова эвакуатор снова деньги снова ремонт но здесь просто нужен болт я сейчас приехал уже константину я жду когда привезут машину и сейчас наверно пойду авторынок то есть нужно купить вот этот болт нужно купить еще запчасти на патриот вот этот ремкомплект на суппорт и сеточку еще нужно в гидроусилитель в общем вот эти все дела вот такие пироги ну и так что то получается конечно что июнь мягко говоря не особо выгодный но с другой стороны тоже 10 тысяч километров в это гранта уже проехала собственно как это калина но это вот у калины было полтора месяца почти два нет два месяца у гранты это все довольно быстрее то есть где-то месяц и недель до месяца неделя ну в общем друзьям это бизнес как и любой другой то здесь возможно какие-то попадосы еще никак не продается шевроле авиал который я поставил автосалон уже на и на месяца два на там стоит то есть деньги заморожены мне это не нравится соответственно я ее заберу все-таки поменяю лобовик и попробую разобраться со вмятинами и еще момент наверное вот по каким-то кузовным спецработам будет отдельный выпуск у нас об этом чуть позже я пошел вот пока я ходил за запчастями артем уже привез гранту он ее закатывают блин не успел я я уже да знаю людей которые работают на эвакуаторах это нормально и она и скоро всех узнаю так ну собственно все там был сейчас коленвала константин меняет он обломился я уже говорил а у меня теперь с левой стороны бак одно крепление бака отломилась и вот оно теперь так теперь болтается тоже проволочкой перемотать как и с той стороны будет у меня будут будут баки у меня на проволочке но единственное утешает то что этот бак у меня вообще пустой в принципе его вообще можно снять я его даже не заправляю сейчас ходил узнавал сколько стоит пороги пороги внешняя часть и усилитель в сумме 10000 вот сюда ремкомплект если вот так покупать по две с половиной если это вот так то по 5 ну и того 15-20 тысяч рублей и у меня новые пороги однако однако это все без учета работ работы собственно прибавят нам еще денег а куда я делал ключи потерял ключи уже ну конечно они по двери так что нужно поехать и перемотать проволочкой теперь еще один порог это прекрасно вот отъезжают константина он позвонился сказал что пыльник на гранате еще порван и граната уже при смерти так что еще денег ну ладно чего уж теперь ну в любом случае их надо обслуживать чинить поэтому это норма что ты говоришь что ты говоришь говорю по накупит а а а сань мы же на ней грм то не меняли плохо а 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 啊 а а и и не подходит имеется ли покрепление пришлось мне пришлось крепление выглянуть наизнанку я задумал может у меня что-то не так смысле может не понимаю в общем мне продали мухобойку от другой машину по форме вот да и наверное можно еще чуть лучше это полирнуть учитывая то что это брызнуто из баллона да абсолютно то есть вот это вот все было зачищено нормально потому что ну естественно я вижу тут вот есть видно царапины которые были абсолютно абсолютно пойдет и в принципе все да ну антенну ах антенну женщину не починить ее можно целиком поменять и она стоит в районе 600 рублей вот потому что кто-то когда давай маффин он дернул сильно и кто-то это ты выдернулась утешка ты приехала мне работала приемник я его не трогал ты сказал приемник не ловит нет до этого он ловил от тебя я уехал и так ты же разбирал консоль кто-то дернул ну да дернул кто-то что-то как устанавливать все понятно в общем-то да ну и все и крепление пришлось вывернуть на изнанку с этой стороны нормально становится а тут там гранте на на болт коленвала соответственно кирдык ну сейчас там все же кости все вы не но все нормально костик высверлил я заходил купил новый этот самый но помимо этого короче решили сразу масло тоже поменять вот и сразу же обнаружили что пыльник шруса еще пару и еще пыль и сам шрус еще уже на подходе поэтому это все стоп тоже меняем короче ну а что делать такие вот все работает да мне что надо быстренько прикрутиться и ехать я сегодня снимаю подбор машин ух там тачки до 200000 любая вот я посмотрел 2 за 50 одну за 100 сейчас еще поеду дальше смотри нет уже нет ты знаешь ну не то чтобы днище да ты не поверишь до улиган за а не парься потом глянешь ладно я предложил знаешь как что что-что что я предложил вот я сейчас привяжу сюда проволоку так вот дело вот так я привяжу к этому краештейна проволоку и протяну ее вот сюда и в салон а ты будешь рукой ехать держать за проволоку желание творился бак класса а можно модернизировать конструкцию не здесь я сейчас вот здесь вот полу дыра я сейчас через эту дыру просуну в салон проволоку класс класс мне тоже кажется абсолютно идеально попробуй пролезть в проволоку друзья саня сейчас предложил самим попробовать переварить у патрика пороги и как бы то есть срезать старые вот это вот все помоешь на и наварить новое и наверное хуже чем какие-нибудь алкаши в гаражах мы не сделаем хотя мы хотя все может быть даже начать бухать и прийти превратимся в алкашей в гаражах вот то есть здесь что у нас передние крылья можно в цвет купить пластиковые пороги не срезать силовую силовые получается элементы приварить и внешние пороги приварить и вот здесь вот соответственно тоже ремкомплекты крыльев тоже приварить потом все это загрунтовать и покрасить краска называется золотой лист была у нас семье 99 в таком же цвете кстати прекрасный цвет вообще замечательно смотрится особенно когда машина чистое на солнышке так что саня и в общем сами кстати со мной поедет осматривать машины потому что ну потому что вдвоем веселее мне было увижу на барсик 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 не беременный барсик снова пробежал лайк за барсика каждый раз когда барсик появляется в кадре это прям вот сто процентов 1000 лайков набирается абсолютно барсик живи да старичок много лет барсика бедный 11 11 у нее это еще это мужчина самом расцвете сил как карлсон да так а вот собственно снято колесо неожиданно да мы сейчас немножечко по ремонтим так сказать тормозной но здесь про видно да что он не прилегает ни хрена здесь прям вообще не тормозит поэтому меня и бросает влево вот получается у нас правый тормозной суппорт мы его сейчас немножечко переберем то есть левый димка перебрал а правый не перебрал вот сейчас мы это устраним но кстати наверное завтра патрюша поедет гриме то есть там нужно будет сальник коробки поменять и как у хорошего уаза у него закапалось моста то есть вот под ним ложится тоже сальник моста в общем тоже надо будет попросить чтобы все это поменялось выпустили на сегодня видео про подбор машин отличные комментарии вам всем понравилось значит будем выпускать еще это радостно до саня да да прям здорово прокатились посмотрели тачки бодренько так все это прокомментировали больше всего мне понравилось как подписчики тебя узнают как они радуются когда тебя видеть собой фотку мне сегодня написали ты сейчас сейчас только в обморок не падай есть один подписчик он знает вот этих перекупов у которых вот эта синяя калина была они сегодня продали она уехала другой город и купили ее перекупы а чё это за вот это вот перекупа продают перекупом они что собирается делать вот это вот вот этот трубешник слушать я не знаю я думаю что этот трубешник просто как-то подмарафетит снизу там сверху то она нормально да сверху она прямо я думаю в нее сейчас если они сами все делают они там обойдутся железками все под подварят просто сделают внешний внешний салон подвали найдут найдут приварятся и потом вот увидишь ее будут продавать тысяч за 280 сейчас все это чистим чистить вылизываешь до засованы обратно так подожди в итоге то что у нас не так мне трудно сказать наверняка но я думаю что из-за того что вот здесь вот смазочка она превратилась вот такую грязную пасту движение суппорта по направляющим было неравномерным он подклинивает и поэтому он тормозит одной стороной колодки но это моя версия такая я предлагаю не менять тормозные эти цилиндры потому что они выглядят абсолютно здоровыми тут видишь то где пыльник был абсолютно как будто бы девственный новый суппорт я не думаю что там подниму ржавый этот цилиндр может быть конечно мы можем сейчас его вытащить и посмотреть что но я вообще какой-то он выглядит как будто бы ну да вот свежий как будто вообще суппорт и на есть конечно коррозия внутри но это вообще ерунда это вообще как будто вот виши и нет там внутри поэтому скорее всего они живенькие ну вот видишь конструкция какая любопытная обычно эти направляющие они закручены с той стороны суппорта да и ты их выкручиваешь и снимаешь суппорт здесь же нет нам пришлось снять не только открутить сам суппорт но и скобу все открутите ну то есть у вас это и все из-за вот этого вот прилива на суппорте то есть если его срезать убрать я не знаю если под ним там ну то есть этот может снимать да то он им просто вот упирается вот сюда в мост и и не снимается если этого бы не было все с ним ну короче короче так а что с той стороны с этой стороны наоборот внутренняя часть тормозит внешняя часть нет за перекосы на перекосяк я вытер на перекосяк идет до вытер направляющие видно что они вот здесь вот на них какие-то следы до контакта с внутренней частью суппорта давали на их поменяем почему это происходит то есть они видишь но действительно перекосяк да на перекосяк вот поэтому так и тормозит поэтому меня если он не тут и тут значит еще раз получается полностью исправный механизм но смотрите уазик когда я его забирал у предыдущего владельца он стоял стоял он с осени а может быть даже с летом я не помню но стоял он долго то есть на этот момент как-то обсуждали и соответственно соответственно когда машина стоит вот в том числе и в тормозных механизмах появляется некая ржавчина и потом на этих эти направляющие начинают тормозиться и в тех местах где есть эта ржавчина начинает цепляться за получается внутреннюю часть до подклинивают до подклинивают и соответственно немножечко разбиваются может быть и получается так что перекашивает то есть почему неравномерно тормозит неравномерно прилегает неравномерно прилегают колодки к тормозному диску вот собственно из-за вот этих вот направляек такая вот ерундистика да казалось бы просто машина долго постояла возможно после каких-то луж возможно после какой-то грязи соответственно так все да это же внедорожник и соответственно здесь все начинает в принципе вот мы видим в тех местах которые не имеют какого-то движения то здесь вот он пожалуйста вот он прям ржавый налет вот здесь с этой стороны собственно вроде бы как разобрались но нужно опять же все это собрать с новыми направляющими поехать и попробовать еще есть момент дело в том что вот эти направляющие смотрите одна направляющая она с проточкой а вот это компенсирующая направляющая то есть вот эта основная у нас про . я должна стоять сверху вот это должна стоять снизу и у нас они стояли наоборот все суд посмотрели по видео то есть обратно сейчас мы закручиваем как правильно то есть раньше сверху именно направляющими с про . про . снизу компенсирующие без про . поэтому вот такие еще пироги такие вот нюансы сами тут тихонечко сидит материться он еще сегодня обгорел сегодня практически весь день катался на велике и обгорел то есть мы это все прокомментировали мы короче до утра будем и ты все равно закрутил неправильно потом и пели веселую песенку сейчас и и все равно все пошло не так подожди пока мы поем песенки я хотел сказать что калина которая тебе так полюбилась сами она уже здесь в принципе готовы я думаю что завтра я заберу и соответственно вам ее друзья покажу останется там только а нет не только поменять ремень грм поменять лабаш и соответственно поставить до привязать ох ядрить еще ключи и потом уже только этот голонас господи вопросов больше чем ответов с этими машинами это капец